Лучшие игроки 10-го тура английской премьер-лиги. На воротах у нас Лью Рис, первый раз. Сделал 4 сейва, 2 в пределах штрафной. Что удивительно, Лью Рис здесь первый раз. Хотя Тоттенхэм вроде не так много и пропускает. Также Лью Рис не вызывался на матчи сборной Франции в Лиге Наций. Хоть начать и мира, и чемпионате Европы он был основным еще и капитаном. Слева у нас второй или третий тур подряд играет Канцело. Гол, голевая, был заменен, дали им отдохнуть по 70-й минуты. Сити разнес очередную команду 4-0. У Канцело на позиции левого защиты и как конкурентов и в этом сезоне не будет. Если не травмы. Первый центральный, Калиду Кулебали. Он зашел сюда именно в игре в защите. Обычно этот защитник залетает в команду недели. Он здесь был по-моему один раз. Именно за игру в атаке. В меньшей степени за игру в защите. Но Поттер это тот тренер, который очень хорошо именно строит игру в защите. Дальше у нас Натани Эляки. Кто знает, я хотел, чтобы его купил в Манчестеру Юнайтед. Но его купил Сити. Два года он адаптировался. Адаптировался, на третий год он становится основным. Притом может играть и слева, и в центре защиты. Справа Трипье. Но мог сюда попасть и Аканжи из Сити. Аканжи тоже, кстати, хотел в Юнайтед, но он переходит в Сити. По Трипье он этот сезон, скорее всего, заберет себе в актив и будет лучшим правым защитником в сезоне. Он один из самых сбалансированных защитников по игре именно в атаку и в защиту. Дальше у нас Родри. Его редко замечает из-за того, что там играет слева Канцело, рядышком Брюйны, впереди Холланд, Фоден. Тем не менее, это один из сильнейших опорников ОПЛ. В этом туре он сыграл сильнее Дебрюйны, по оценочке, и отдал одну голевую. Дальше у нас Бруно Геморрайш. Опять же, хотел этого человечка в МЮ, но он перешел в Нью-Кассел. Очень сильный опорник с функцией разводящего. То есть он может еще и регулировать игру команды, в которой он находится. Вместе они играли в Лионе очень сильно с пакета. В этом туре забил два мяча. В центре справа у нас Мейсон Маунт. Англичане, кстати, все прибавили в Челс. После прихода Поттера они вернулись на тот уровень, который был в прошлых сезонах. Сливали они Тухель или нет, не скажу, но есть такое подозрение. Маунт в матче отдал две голевые. На позицию центр Форда поставим Фодена. Гол, голевая. Многие не замечают игры Фодена на фоне игры Хоанда. Но уровень его игры, по-моему, ниже, чем у Эрлинга и Брюйны. Он бешеными шагами прогрессирует. Может, кстати, и перерасти. И первого, и второго. Обожаю воспитанников клубов. Левым вингером поставим Мартинелли. Неплохой матч. Думал, он слабее сыграет Саки из-за отсутствия Зинченко. В итоге так и получилось. Сака все-таки был посильнее. Но уровень Мартинелли все равно был неплох. Справа мы поставим Саку. Против Ливерпуля забил два гола. Один победный. У Мартинелли один гол и голевая. Кстати, в прошлом туре в игре с Тоттенхэмом Арсенал играл от себя. В этом туре Арсенал подстроился под игру Ливерпуля, отдав им мяч и контроль. Схема 4-2-3-1 сложной девяткой, на которой играет Фоден. Также следует отметить стрельного защитника Лестера Фаса. Галлахера в тему, как прибавили англичане. Сон неплохо сыграл, отдал голевую. Маутиньо выдал сильнейший матч в сезоне, но его клуб проиграл. Ботман из Ньюкасла претендует на лучшего игрока сезона позиции центрального защитника. Аспелькуэта из Челси справа. Правый вингер Ньюкасла Альмирон забил гол. Макалестер из Брайтона центральный полузащитник. Эзе неплохой сезон тоже у него проходит. Ну и первое появление Кришчана Роналда. Гол забил. Игрок тура Бруно Геморрайеш. Два гола. Ньюкасл выиграл крупно. Бруно стучится в основу сборной Бразилии. Кого будет двигать? Может и Казамиров. Тренер тура Эдди Хауэй. Кстати, он второй раз у нас здесь. Ньюкасл третья команда в АПЛ по игре. Но занимают они шестое место. Очень много ничьих было сыграно, при том не обязательно. Первый в сети, второй Арседал. Третий Ньюкасл, четвертый Тоттенхэм. По таблице Сити и Арсенал чуть оторвались от Тоттенхэма. Челси, Юнайт и Ливерпуль, скорее всего, в чемпионскую гонку уже не влезут. Максимум за четверку. Пока.